Приветствую вас дорогие мои друзья с вами опять я Татьяна Шаманова сегодня у нас будет прогноз на второе полугодие 2020 года начиная с июля и по декабрь включительно расклад будет для рожденных под знаком зодиака близнецы а также друзья мои можете посмотреть если у вас асцендент в знаке близнецов нынче я решила по двум вариантам сделать потому что часто мне пишут что резонирует и так и эдак ну я не проводила какую-то практику что отслеживание точнее резонирует или нет ну раз люди пишут значит что-то в этом есть поэтому прогнозы будут для всех знаков имейте ввиду дорогие мои близнецы что у вас еще есть один вариант посмотреть прогноз и по знаку своего асцендента и так начнем какие же события ожидают тех кто рожден под знаком зодиака близнецы и для тех у кого асцендент в знаке близнецы фон второго полугодия каким будет фон этого периода восьмерка чаш еще друзья мои пока не забыла можете посмотреть мой прогноз на 2020 год он называется перелом и сопоставить может что-то будет общее или что-то новенькое появится но по крайней мере есть у вас возможность сравнить что-то движется в вашей жизни как говорится что-то меняется и если вот в этом если события которые я озвучу в этом прогнозе если они в годовом прогнозе ну это пожелание конечно так фон периода как я уже сказала у нас здесь выпала восьмерочка чаш ну что ж похоже в этом периоде придется чего-то отказаться может у вас поменяются мысли может у вас поменяются друзья подруги партнеры может быть вы перемените свое отношение к работе к своей семье с каким-то таким своим мировоззрением принципам может быть традициям то есть произойдут обновление я бы даже так сказала что-то придется оставить и пойти на новые поля но это ваше добровольное добровольное решение возможно она у кого-то так и останется в голове кто-то возможно и не прислушается голосу своей души а это все-таки в первую очередь эмоции ваша душа и может начать какие-то действия ну давайте посмотрим как будут складываться отношения все-таки отношения это довольно существенная часть нашей жизни я бы даже сказала главное потому что отношения они формируют будущее события ситуации обстоятельства и в общем то как мы взаимодействуем с людьми как мы с ними общаемся как они с вами общаются и в результате вот вот этого вот этих связей этого общения или происходят соответствующие изменения вашей жизни три позиции у нас будет на отношениях деловые отношения это отношения в карьере в бизнесе других делах в деловой сфере то есть отношения где вы взаимодействуете взаимодействуете с людьми ради какого-то дела это может быть и домашние дела и хозяйские и личные какие-то и марте это отношения в деловой сфере как складываться бы в отношении в сердечной сфере то есть любовные отношения как будут складываться отношения как будут складываться Прочие отношения, друзья мои. Отношения в семье, с членами семьи, отношения со знакомыми, соседями, подругами, друзьями, с родственниками. Итак, что у нас получилось? Давайте рассмотрим, а потом, как говорится, продолжим дальше. Деловые отношения. Ну, тут всё нормально. Выпала восьмёрка жезлов. Здесь видно активность, здесь видно динамика, энергия, движуха, извините за грубое выражение. Возможно, в этот водоворот отношений вы будете втянуты другими людьми, а может быть, сами создадите вот такую динамику и сами будете устанавливать контакты, заводить новые связи, общаться со старыми связями. Мы потом увидим, когда будем на события раскладывать, мы увидим с вами, как у нас в деловой сфере будут события, и вполне возможно поймём причину вот такой вашей активности, друзья мои. Ну вот, что касается сердечных дел, здесь у нас выпала пятёрочка пентаклей. Карта, скажем так, грустноватая, с одной стороны. Но, с другой стороны, она тоже показывает изменения. Правда, другого характера, но тем не менее. И я думаю, что вот это как раз фон периода восьмёрка чаш, она скорее и характеризует события в вашей любовной сфере, в вашей сердечной сфере. То есть будут происходить какие-то изменения, пересмотр, возможно, отношений. Я не исключаю, что кто-то расстанется. Кто-то, может, добровольно расстанется с партнёром или с партнёршей. Кто-то, может быть, и по независимым от вас причинам, или по решению вашего партнёра или партнёрши. Не исключено также, дорогие мои, что вот пятёрка пентаклей, она показывает, что вот в этот период вы как никогда сблизитесь друг к другу. Да-да-да, вы не ослышались. Именно сблизитесь. И сблизит вас как раз, возможно, какая-то ситуация. Ситуация, может быть, нелёгкая. Может быть, сложная просто ситуация. Или ситуация, которая вынуждает вас быть вместе заодно. И вместе решать какие-то задачи. Держаться за друг друга. Ну, в принципе, в общем-то, неудивительно. Всё-таки сейчас у нас такое идёт кризисное время. Это пандемия, эти коронавирусы, идут сокращения людей. Непонятно, что с работой, что с бизнесами. Вполне возможно, именно эта ситуация и заставит вас сплотиться, держаться за друг дружку. Хотя до этого, может быть, у кого-то были мысли и расстаться. Или были мысли, что вот что-то не устраивает в партнёре или в партнёрше. Ну, не нравится, и с удовольствием бы поменял, или развёлся, или развелась бы. Но вот эта ситуация, она вынуждает вас держаться вместе. Да. Такое тоже бывает, кстати говоря. Когда сложные обстоятельства заставляют сплотиться друг с другом. И именно эти ситуации могут помочь услышать друг друга, понимаете? Понять друг друга. Да-да-да, бывает и такое. Так что, друзья мои, вот восьмёрка чаш, конечно, она, как я уже сказала, может проиграться как пересмотр отношения к чему-то или, вполне возможно, к кому-то. То есть, вполне возможно, друзья мои, что будут у вас изменения на сердечном фронте. Что касается свободных, у кого нет пары. Ну, пятёрка Пентакли, она не отрицает знакомства, не отрицает нового союза. Но есть маленький момент в этой карте, что этот союз именно будет связан какими-то обстоятельствами. Не исключено, что неожиданная беременность. Не исключено, что какая-то трудная ситуация, которая вынудила вас пойти на новый союз с партнёрами или с партнёршей. Ну, исходя из того, что вдвоём легче, или ваш партнёр или партнёрша более устойчиво стоят на ногах, более стабильны и могут вам продержаться, помочь продержаться в это кризисное время. То есть, есть какая-то подплёка интереса, ну, своего рода выгоды. Да, вполне возможно, что именно брак, гражданский или официальный брак, но он больше вот именно по выгоде. Что касается прочих отношений, здесь у нас выпала пятёрочка мечей. Ну, карта, конечно, боевая, воинственная. Здесь может быть всё, что хочешь, понимаете. И ссора, и размолк, и расставание, и преследование партнёра или партнёршей, или вас преследовать будут. Вот тут масса вариантов, в принципе. И не исключено, опять же, возвращаясь на фон второго полугодия, по восьмёрке чаш, эта ситуация вполне возможно вынудит тоже с кем-то разорвать связь. Ну, уж с кем, друзья мои, я не знаю. Если у вас отношения в семье не айс, или с какими-то друзьями, подругами, или со знакомыми, то вполне возможно, именно в этом периоде вы расставите точки над «и». Да, не исключено ссора, которая приведёт к разрыву. Ну, насколько этот разрыв будет вам радостен, если можно так выразиться. Тут сложно сказать, но может остаться осадочек, что вот зря всё так случилось, в принципе, как было хорошо раньше, а вот теперь и неизвестно что, и неизвестно как, и обратного не вернёшь. То есть будьте осторожны, особенно в вашей семье, с родными, с детьми. Будьте осторожны в этом полугодии, в ваших поступках, в вашем поведении. Выбирайте слова, и также не реагируйте резко, если что-то вот вам сказали в ответ, как какие-то резкие, может, те же слова, может, что-то не так с вами сделал. Попытайтесь разобраться, разобраться, спокойно принять, и потом уже делать какие-то выводы. Вполне возможно, что со временем это всё утрясётся, и ваши отношения опять вернутся в прежнее русло. Вот такие дела. Ну что ж, пойдём дальше. Посмотрим, какие главные события вас ожидают, основные события во второй половине года. Здесь я не буду рассматривать очень подробно. Можно сказать, что сделаю только, ну, скажем так, основные акценты. А там уже каждый для себя посмотрит, что конкретно может быть у вас. Итак, какие основные события, друзья мои, вас ожидают? Принцесса Жезлов, Король Жезлов и Тройка Мечей. Ну, достаточно трёх карт. Вот такое ощущение, что основная ваша доля времени будет уделяться, конечно, каким-то деловым вопросам. Здесь вы очень будете активны и заинтересованы на результате, на получение каких-то плодов. Могут быть у вас появиться и какая-то идея. Вполне возможно, и по смене работы, или по каким-то изменениям в бизнесе, или по каким-то там домашним делам. Тут, как говорится, любые могут быть дела. И, в принципе, восьмёрка Жезлов, она подтверждает ту энергию, которую вы разовьёте, ту активность, которую вы разовьёте в отношении с людьми, именно по деловым вопросам. Здесь и в событиях мы это и замечаем. И неважно, в общем-то, мужчина вы или женщина. Две Жезловых карты, они как раз и говорят об этой активности и активности в ваших деловых вопросах. Могут быть увольнения, дорогие мои, могут быть банкротства. Всё-таки тройка мечей, она показывает, что не исключены вот такие изменения. Не по доброй воле, может быть, даже. Скорее всего, не по доброй. Вот, потому что восьмёрка, чаш, опять же, фон этого периода, как бы говорит, здесь ловить нечего, надо уходить в другие поля, в другие места. Вот тут мы и видим. И вот эта активность в отношении, деловая активность, она и показывает, что да, изменения необходимы. Необходимы. Другого выхода нет. Вполне возможно, что даже на эти изменения подтолкнут другие люди или обстоятельства. Обстоятельства, которые могут сложиться в организации, где вы работаете. Или обстоятельства, связанные с ситуациями в вашем бизнесе. Ну, сейчас кому легко, никому нелегко. Поэтому всё это заставит вас принимать какие-то, может быть, даже экстренные меры, чтобы либо найти другое место, где-то в другом месте закрепиться. Либо принять такие меры, которые позволят удержаться там, где вы сейчас. На плаву удержаться. По найму или в бизнесе, или ещё где-то, понимаете. Именно на плаву. Но, тем не менее, тем не менее, друзья мои, изменения по тройке мечей, конечно, не предвещают лёгких путей. Да, лёгких путей. От чего-то придётся отказаться. Что-то отрезать. С чем-то или с кем-то проститься. Вот, кстати, ещё, если касается финансов. По финансам тут тоже. Ну, с делами мы поняли, да. С карьерой, с бизнесом поняли. Вот по поводу финансов здесь. Тоже может ситуация сложиться не ахти. Но я бы, знаете, сказала так. Возникнет необходимость разделить свой бюджет на три части. На три части. И эти части, они как бы будут жёстко закреплены. Что вот это на это, это на это. А эта сумма только на это. Потому что также, в связи со всеми изменениями в делах, в карьере и прочее, не исключено и напряжение в финансовой сфере. Не так будет легко тратить деньги, если что, на то дело пошло. Да. Вот поэтому мы видим тут пятёрка пентаклей, как я сказала, что обстоятельства могут вас сплотить с партнёром или с партнёршей, или пойти на брак благодаря тому, чтобы продержаться на плаву. Или за счёт вашего партнёра или партнёршей, или на совместном бюджете намного легче, чем, допустим, одному. Поэтому, да, с финансами будет не так просто, дорогие мои. Нет, так просто. Придётся вспомнить и старые заработки, старые источники. Может, заняться чем-то, чем вы раньше занимались, что вам приносило деньги. Уж насколько это было вам приятно. Другой вопрос. Но, тем не менее, этот источник вас кормил, и в этом периоде вы о нём вспомните. Не исключено, что кого-то позовут на старую работу, или вы сами будете пытаться устроиться на предприятие, где вы раньше работали, или заняться тем бизнесом, который вы когда-то начинали и забросили. Это тоже может быть, друзья мои. Вообще, карта суд, она говорит о возврате к прошлым каким-то делам. Да, это может касаться, конечно, и личных ваших каких-то дел. Может, когда-то вы хотели куда-то переехать, но потом оставили эту мысль, типа, чего дёргаться-то, вроде бы и здесь ничего. И вот в этом периоде, возможно, опять вернётесь к этой теме. То есть вернётесь к делам, которые когда-то вы обсуждали, начинали, забросили, или они стали вам неинтересны. Это могут быть и хозяйские какие-то дела, дела по дому, дела с недвижимостью. Могут быть даже, друзья мои, какие-то судебные дела или дела с наследством. Но то, что могут возникать острые ситуации, и придётся очень быстро принимать решения, и быстро взаимодействовать с людьми, чтобы своего не потерять и своего не упустить, это однозначно, друзья мои. Вполне возможно даже и вот за счёт каких-то бывших отношений, бывших друзей, подруг, знакомых. Это тоже может быть. Ладно, давайте теперь посмотрим, что помешает и что поможет. Может, более подробно увидим картину событий. Так, что помешает? Четвёрка Жезла. И что поможет? Король Пентакли. Ну, во-первых, помешает, друзья мои, не надо ограничивать себя в чём-то. Вот я вот это сделаю, и этого достаточно. Или я вот туда-то пойду, с тем-то познакомлюсь, и этого... и хватит. Понимаете? Не ограничивайте. Не ограничивайте. Вовлекайте в своё поле, в своё окружение как можно больше людей, как можно больше дел, которые будут вам приносить пользу. И не замыкайтесь в доме. Не сидите, не ждите, не надейтесь на то, что вот мне пока вот хорошо, вот, и чё-то репыхаться, как говорится. Выходите вот из этих рамок, выходите обязательно. Даже если вот у вас стабильные работы, и нет никаких намёков, что вас уволят, или фирма обанкротится, или какие-то сокращения пойдут, понимаете? Всё равно будьте внимательны ко всем происходящим вокруг вас вибрациям. Если есть возможность, научитесь ещё дополнительно чему-то. То есть развивайте свои навыки, свои знания. И, может быть, даже монетизируйте какое-то своё хобби, какое-то увлечение. Или посматривайте уже, какую бы специальность вы новую хотели получить. Или в какие фирмы бы вы могли устроиться. Вот они, деловые связи, видите, восьмёрка жезлов. Сидеть не надо на месте. Не надо. Это может вам помешать. Расширяйте круг знакомств, которые в дальнейшем, в случае какой-то экстремальной ситуации, могут вам помочь. Ну и, в общем-то, вот Король Пентакли в позиции, что поможет, как говорится, вторит всё в унисон. Это, возможно, финансовая стабильность. Либо опора на какого-то надёжного партнёра или партнёршу. Может быть, даже появление каких-то дополнительных источников. Это всё укрепит ваше положение. Король Пентакли – это товарищ статусный, товарищ надёжный, товарищ денежный. Товарищ, может, который помочь в плане совета. Может даже и деньгами помочь. Поэтому наличие в своём окружении, в ближайшем окружении вот таких людей, это вам даст ещё больше уверенности и финансовой безопасности тоже, друзья мои. Заводите вот такие знакомства. И не просто знакомства, а ищите общие точки интереса, общие точки соприкосновения, взаимодействия с такими человеками или с такими людьми. Это вам пойдёт на пользу. Так, что у нас дальше? Дальше у нас, друзья мои, позиция вызов. Этим словом я назвала и сам ролик. Что я хотела сказать. То есть в любой ситуации бывают моменты, как вроде бы судьба посылает нам вызов. Проверяет на прочность. Вот и мы сейчас посмотрим, проверим вернее, какова степень вашей готовности к каким-то изменениям, трудностям, препятствиям. Или к удаче, к успеху. Кстати, к этому тоже нужно быть готовым. Это тоже своего рода проверка. Это тоже вызов. Вот мы сейчас и узнаем, какова степень готовности вас вот к таким ситуациям. Ну, десятка пентаклей, друзья мои. Просто всё шоколадненько. Просто всё шоколадненько. Вы и сами готовы. Что самое интересное. У вас есть для этого все ресурсы на все случаи жизни. Так что вот то, что я вам назвала вот эти события, какие-то моменты острые, может быть, даже трудные, какие-то обстоятельства, может, слегка негативные, да, которые заставят вас покидать что-то или с кем-то разрывать связи. Или менять своё место работы, или свои какие-то мировоззрения. Это всё так, знаете, рабочие моменты. Рабочие моменты, с которыми вы с лихвой справитесь. Может быть, даже в лице вашей семьи, ваших родственников, вот вы чувствуете опору и свою готовность к любым вызовам судьбы. И к любым жизненным обстоятельствам. Ну что ж, прекрасно. Какой совет вам даёт Таро? Давайте спросим. Совет Таро. Таро иллюминатор. Что порекомендует, что выдаст вам Таро? Принц Пентакли. Ну, друзья мои, смотрите, у вас кругом одни практически Пентакли. Совет один. Будьте практичны. Умейте считать деньги. Умейте просчитывать ситуацию. Если не хватает навыков, получайте их. Если не хватает информации, получайте эту информацию. Обзаводитесь полезными знакомствами, полезными друзьями. И действуйте. Грубо говоря, просто работайте. Работайте. Работайте в плане того, чтобы выполнить свои задачи, достигнуть какой-то цели. Или просто вот, ну, комфортно жить. Да. Вот такой вам совет. Тельцовский, я бы сказала, совет. Ну, что ж, на этом я заканчиваю, друзья мои. Мне остаётся только напомнить, что это общий прогноз. Может, с кем-то, кому-то срезонирует, кому-то нет. Ну, прогноз неплохой. Несмотря даже, вот знаете, вот эти трещинки, трещинки в отношениях, вроде бы, как и события, вот эта тройка мечей, тоже какая-то напряжёночка. Ну, так сейчас и время такое, понимаете. Особо вам печалиться нечего, потому что у вас стопроцентная готовность к любым испытаниям. Так что, я вам пожелаю лёгких путей, счастливых обстоятельств, крепкого здоровья. Ну, и самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале.